От героев Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним В моем груди В разъезду Басекова Сражались не только 28 панфиловцев Но и сражалась целая рота Где был командир капитан Павел Гундилович И притрук Василий Георгиевич Лачков Из 130 воинов, сражавших в разъезду Басекова Более 100 воинов погибло Ну, судьба так сложилась, что 28 было присвоено звание Героев Советского Союза Нужно отметить, что Один из 28 Героев Панфиловцев лишен звания Героев Советского Союза Добробабик За сотрудничество с немцами В 49 году Поэтому вопрос очень сложный Я над историей подвига 28 работал более 30 лет Много публикаций моих Против меня даже выставили военные истории Как Каманев, Каманев Сверху и многие другие Но в результате архивных материалов Было доказано то, что было опубликовано Мною в газете под Москвой И в нашей районной газете Но мы не читали, расскажите, пожалуйста Не называйте, рассказывайте Вы знаете, это целая история Но все равно вот эта вот ниточка Которая там же батальон стоял Это 700 человек на протяжении 8 километров Практически они подержали оборону Дело в том, что 1075 полк 16 ноября 1941 года Когда немцы перешли в 2-е генеральное наступление Насчитывал 1530 бойцов Они занимали оборону протяженностью 6 километров Против всего полка было брошено 60 немецких танков Значит, в районе Петелина и разъезда Босекова Оборона держал Второй батальон Под командами майора Решетникова Вот на этом участке От Петелина до разъезда До Босекова держала 4-я рота Которая насчитывала 130 бойцов Значит, сразу в 8 часов утра Немцы перешли в наступление Наши бойцы 4-й роты держали оборону в течение 4-х часов У них тоже несколько танков Но не пропустили врага на Волоколамском шоссе Что они предпринимали? Что выкинуло Волоколамское шоссе И не останавливали из регионов мотору Ворота, столица нашей Родины, Москвы Вот заслуга 4-й роты в том Что они задержали наступление немцев В течение 4-х часов А в это время Воины Панфиловской дивизии Переходили на новые рубежи Занимая новую оборону Я вам уже говорил Что 1075-й полк Который командовал Полковник Уроженник Саратовской области Насчитывал 1530 бойцов А после боя У разъезда Дубасекова Осталось всего 16, 17, 18 Осталось 120 бойцов А в чем все-таки 28, Панфил? Это целая история Рассказать, если я могу рассказать историю Значит, дело в том, что 16, 23, 24, ноября 1941 года В штаб 16-й армии К Рокоссовскому прибывают представители Корреспондента газеты «Красная звезда» Каратеев и газета «Известия» Чернышов Рокоссовский уже сказал о том Что армия ведет тяжелые бои Под Волоколандском И привел пример Что вот сейчас В штабе находится Егоров Начальник политотдела Который может рассказать о том Какие бои ведет Панфиловская юридия И Егоров Рассказал О боях Под Дубасекова Назвав Что рота вела бой В главе с Клочковым Каратеев приехал в редакцию Заложил главному редактору газеты «Красная звезда» Ортенберг О том, что в районе Дубасека Вели тяжелые бои 4-й рота Он его спросил А сколько же в роте было Он сказал В роте было примерно 30-40 человек Но среди Вот этого количества Было два предателя Тогда он вызывает Кривицкого Ответственный секретаря газеты И сказал Напиши статью Что вот В разведу Басекова Обороны держал 4-й рота Но ты только не показывай Двух предателей Там примерно в роте было 30-40 человек 30-2 И таким образом Получилось 28 Он Кривицкий Написал статью В завещании 28 Панфиловцев В газете Красная звезда 27 Ноября 41-го года В редакцию Позвонил Калинин И сказал Что вы молодцы Что поднимаете героев на щит Но герои Не должны быть беззаменными Узнайте Фамилия и имена Газету позвонил Также в редакцию Мехлис Начальник Политуправления Красной армии Сказал Что Статья заинтересовала Сталина Тогда Кривицкий После освобождения Волоколамска После 20 декабря Прибывает В Панфиловскую дивизию Которая находилась На отдыхе Под станцией Нахабина И Обратился К Копрову Что назовите Фамилии 28 Он Отослал Их Кунделовичу Командиру Роты Тут По списку По памяти Назвал 28 фамилий Которые входили В состав 4-й роты 21 января 42-го года Появляется Новая статья Завещание 28 Павших Где приводятся Имена и фамилии 28 Бойцов Описывается Ход сражения В разведу Басекова А 21 июля 42-го года По хозяйству Командования Западного фронта Им было присоединено Звание Герой Советского Союза Вот такова история Спасибо большое Погляди На моих Бойцов Целый свет Помнит их В лицо Вот застыл Батальон В строю Снова Старых Друзей Знаю От тем лет 25 Трудный путь Им пришлось Пройти Это те Кто в штыки Поднимался Как один Те Кто брал Берлин Нет Нет В России Семьи Такой Где Б Не Памятен Б Свой Герой И Глаза Молодых Солдат С фотографий Уядших Глядя Этот взгляд Словно Высший Суд Для ребят Что сейчас Растут И Мальчишкам Нельзя Ни Солгать Ни Обмануть Ни С пути Свернуть Мальчишкам